Сегодня у нас в студии Хорошун Евгений Федосевич, член Оргкомитета соревнований по подводной охоте Черноморский кубок 2014. Итак, Оргкомитет отработал основную часть задач. Каких участников, сколько участников на сегодняшний день вы уже можете себе представить на старте? Ну, приблизительно 20 человек участников. Из них там будет запасных человек 5 и из человек 5 представителей городов. Примерно в таком составе на сегодняшний день. Точнее мы узнаем в пятницу вечером на мандатной комиссии на совещании с судей. Наверное, я был неправ, начав сразу соревнования, нужно поговорить немножко о традициях подводной охоты в Севастополе. Ведь у нас в городе достаточно большое количество ветеранов, которые этим видом спорта, подводной охотой, как спортом, увлекались уже десятки лет назад. Да, а раньше, вы знаете, за всю историю Советского Союза в Севастополе не было проведено соревнования по подводной охоте. В силу причин военного города и так далее, ни разу. Проводили один раз в ЛАСПе и все. То есть Севастополь, а будучи под территорией Украины, в Севастополе мы провели 15 чемпионатов страны. Вот, впервые будем в 15-м году проводить чемпионат России в Севастополе. Теперь, что хочу сказать о ветеранах. В тот период, когда ветераны охотились, преимущественно составляли костюмы самодельные, ласты, вы помните, рыбий хвост, ружья самодельные. И дистанция проныривания была от силы 15 метров, потому что в том снаряжении глубже не ныряли люди. Когда появились мастера в новом снаряжении, они стали продавать глубины до 30 метров. А на чемпионатах мира и до 40 метров. Потому что рыба, в основном крупная рыба, находится за этими глубинами. Вода прозрачная, рыба глубоко. У нас же места за 15 метров глубиной были недостижимы для ныряльщика. В основном аквалангисты добывали. Но в то время мы их называли браконьерами. С аквалангом, да, они охотились. А охотники занимались в основном пелагической рыбой, кефалью, проходной. Ну, горбыль на мелководье, ёрш. Вот это основная добыча была. И даже на участии в соревнованиях, крымских соревнованиях по подводной охоте, главная добыча была кефаль. Вот я помню те годы, когда мы участвовали. В горбыли редко кто добывал. Ну, а теперь горбылевое стадо повредело. Мы начинаем думать о том, как бы сохранить рыбу, которая донна, живет на шельфе. И будем в этом году проводить соревнования по проходной рыбе и пелагической. Это рыба, которая живет толще воды, приходящая со Средиземного моря. И не будем наносить урон нашей местной фауне. Поэтому будем стараться эти годы немножко нашу фауну пощадить. Имя Анатолия Шерухова хорошо знакомо и любителям живописи, и любителям подводной охоты. Мне довелось увидеть в его альбомах фотографии сборной команды Севастополя на чемпионате Советского Союза. А в том числе и Ласпинские соревнования тоже фотографировались. Действительно видно, что костюмы явно самодельные, клееные из кусков резины. Может даже без вулканизации, просто на одном клее. Тем не менее, сегодня, когда вы готовитесь к соревнованиям, у вас есть поддержка старшего поколения, тех, кто не претендует сейчас на чемпионские титулы, но готов помогать вам в организации? Вы знаете, старые кадры, они у нас самые любимые и всегда собираются. Все соревнования, которые я проводил в Севастополе, я всегда приглашал старые кадры. Во-первых, поговорить, рассказать. Они же сейчас живут только этим, потому что многие уже не могут нырять. А пообщаться, это интересно. Вы знаете, даже оружия, которые они изобрели в свое время, они сейчас считаются до сих пор очень мощными и могут выступить наряду с современным оружием. То есть, в то время были такие вундеркинды и самодельщики, что изобретали очень мощное оружие. И что я хотел еще заметить, что мы проводили соревнования между собойщики. Просто на День рыбака собиралась бригада подводных охотников. Стихийно, жены, дети, все семьи в Голубой бухте. Там праздновали, там делали уху, стреляли рыбу, делали самодельные медали. И такие товарищи, как Шорохов, Разуваев и все остальные. Это старые, очень интересные кадры. Они всегда посещают соревнования. И интересно им, какую рыбу добыли, сколько, где. Борис Поротов откликнулся на приглашение помочь с этих целей. Откликнулся, да. Боря откликнулся. Буквально сегодня была передача, где демонстрировали ласту, моноласту, который Борис Глебович изобрел еще в 60-е годы. И Тарухала, его теперечная жена, была чемпионкой мира. То есть мы законодатели даже моды в подводном спорте. Давайте немножко к физике происходящего процесса на соревнованиях. Итак, участники соревнований грузятся на плавсредства. Дальше они выходят в зону, которую вы определите как наиболее безопасную, по природным условиям. Дальше, как распределяются секторы, где будут работать спортсмены? В те годы, когда мы проводили, мы делали так. Шло несколько судов. Порядка 5-6-7 судов. И заранее оговаривали, какой район будет идти. Суда собирались, допустим, на акваторию. Допустим, за Херсонесским маяком собирались все. И здесь начинался старт. И суда разбегались по акватории, которая была определена боями. Ну, допустим, Бухта Голубая, Херсонесский маяк. Или, допустим, Автобат, мыс Херсонес. Ну и так далее. То есть они по этой территории расходятся. И потом сигнальная ракета. Все начинают погружаться под воду. Там же на каждом катере судья, который проверяет, чтобы у него все было на месте. Буйок, нож, оружие и так далее. И так же являются базы, где могут подводник подплыть, попить воды. Потому что, кажется, в воде плаваешь, а высушивает организм очень сильно. Пресная вода нужна для охотника. Как долго будет продолжаться заплыв? Значит, 5 часов. По своему опыту знаю, что первые 2 часа это разныривание. Разведка акватории. Потому что могут быть течения, могут быть слои воды на разной глубине по-разному. Течения могут поменяться в течение дня. Мы называем дует с Ялты или дует от маяка. Вот это мы называем дует течение. Значит, сразу меняется траектория заплыва. Надо же еще вернуться к катеру. То есть, уже надо налечь на ласты, переместиться к какой-нибудь. Они находят, допустим, объект в скалу, где, по их предположению, может быть рыба. Буйкают, ставят буйок там на этом месте. И начинают его обныривать, обыскивать. С помощью фонарей выискивают где-то рыбу. Потом перемещаются. И так команда действует по акватории 5 часов. Среди тех, кто подал заявки на участие в этих соревнованиях, есть спортсмены, которые на 20 метров будут гонять? Вы знаете, значит, нет спортсменов-разрядников. Нет. Мы проводили, когда мы проводили чемпионаты Севастополя, в мире Украины в Севастополе, то спортсмены-разрядники уже были в возрасте уже так приличном. И они потихонечку перешли в разряд любителей. Поэтому сейчас мы будем готовить спортсменов-разрядников. Молодых кадров. Ребята сейчас, кто занимается апноэ, тренируются, они уже задерживают дыхание до 4 минут. А подводный охотник в среднем 2-1,5 минуты. Это уже достижение. То есть молодежь готова бороться за медали и на этом кубке, и на чемпионате России? Вы знаете, мы, честно говоря, ожидаем каких-то результатов в этом сезоне. И я думаю, что мы летом проведем сборы в следующем, на которых подготовим этих людей. И чемпионат России встретим достойно. Потому что российские чемпионы и бывшие чемпионы, и теперешние, они думают, что в Севастополе как такой команды нет. Но мы им покажем, что мы есть. Евгений Федорович, мне кажется, есть еще одна тенденция. Есть в Севастополе подводные охотники, но они, в большинстве словом, не организованы. Они ныряют и плавают от случая к случаю. И даже показывая хорошие результаты, эти результаты, в общем-то, носят несистемный, случайный характер. Вот такие передачи, как наши сегодняшние, как ваши соревнования, которые вы проведете в субботу и воскресенье, они должны, наверное, как-то активизировать, консолидировать тех подводных охотников, которых в Севастополе достаточно много. Пусть они выйдут из глубин, придут на эти соревнования, придут к вам в клуб АТОЛ, познакомятся, представятся, предложат, может быть, свою помощь в организации соревнований, а может и предложат свои силы непосредственно для участия в таких соревнованиях. Вы знаете, конфедерация подводной деятельности, которая регистрируется в этом году, для этого и создана, чтобы этих подводных охотников собрать, объединить. Потому что эти подводные охотники, назовем их дикарями, они иногда нарушают правила охоты. В каком плане? Плавают без буйков, что подвергают риску себя, свою жизнь, и неприятностями капитанов судов, которые могут их протаранить. Это первое. Второе. Они могут унести течением, они не окажут им никто помощь. Понимаете? Поэтому этот спорт очень рискованный. Степень риска высокая. И когда группа людей объединяется, здесь получается взаимопомощь, взаимовыручка, обмен новостями, обмен информацией. Я думаю, что многие откликнутся, и молодые ребята придут на соревнования, или хотя бы поболеть. Вы определились уже со средствами связи для судейской бригады? Значит, мы так поняли, что в этом году мы будем стартовать с берега. Так как ожидается волнение, северный ветер, мы не хотим переносить соревнования на другой срок. Все-таки в эту субботу их проведем. Значит, акваторию определяем от Херсонесского маяка до Голубой бухты. И будет один страховочный катер, который даст команду старта ракеты и даст команду отбоя. И на берегу будут встречать судьи и рыбу собирать для предъявления на судейскую коллегию. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Трудно было бы следить болельщикам за движением спортсменов, если бы они не знали, откуда будет старт и где будет финиш. Таким образом, мы всех севастопольцев, которые неравнодушны к подводной охоте, можем пригласить в Голубую бухту в субботу. Не в Голубую, мы их пригласим ближе к Херсонесскому маяку. Там есть такое место, ступеньки его называют. И рядом с радарами еще есть спуск. Вот я думаю, с этих двух мест будут стартовать. И там могут приехать семьи, болельщики, смотреть, болеть, показывать, ну и так далее. А мы с моря будем их снимать, смотреть и помогать спортсменам завершить соревнования. Благодарю вас за участие в программе. Напоминаю, севастопольцев у нас в студии был Хорошун Евгений Федорович, членов комитета соревнований по подводной охоте Черноморский кубок 2014.